Получи справку у психиатра, нарколога и пройди медкомиссию. Такие требования предъявляются любому, кто хочет водить машину. Сам перечень соответствующих медицинских документов и после грядущей реформы останется прежним. Изменится их содержание. На данный момент любой кандидат водителя обязан пройти пятерых врачей. Это хирург, невролог, офтальмолог, лор и невролог. Вместе с тем, теперь ему придется пройти еще пару врачебных кабинетов. Однако пока в большинстве центров соответствующего оборудования еще нет. А без него новый приказ Минздрав, соцразвитие никак не выполнить, считают специалисты. Слишком сильно в сторону увеличения изменится список заболеваний, обеспечивающих кандидатам водителя красную карточку. Вот есть такое понятие. Заболевания, сопровождающие расстройство сознания, эпилепсии, эпилептические синдромы. Эпилептические синдромы различной этиологии. Синкопальные синдромы различной этиологии. Как это мы все будем выявлять? Хронические заболевания нервной системы. Сделать дороги хоть сколько-то безопасными – вот главная цель новой реформы. И некоторые автомобилисты считают это перемены в лучшую сторону. Татьяна за рулем уже три года. Пришло время снова проходить медкомиссию. Сегодня она во врачебном диспансере, а накануне была у психиатра и нарколога. Считает, их лояльность почти преступна. Меня спросили, вы как употребляете? Раз в неделю, раз в две недели, раз в месяц. Ну, естественно, я ответила, да. А больше ничего. То есть наркоманка, я не наркоманка. У меня ничего не осмотрели. Меня больше вопросов никаких не задали. Есть один нюанс. Новая реформа может ударить и по кошельку автомобилистов. И речь не только о том, что медкомиссии станут дороже. Первое, что должен сделать любой, кто хочет плачать права, это выбрать себе автошколу. Затем нужно прийти, подписать заявление. Затем нужно заплатить деньги на первом собрании, хотя бы первый износ. Первый месяц студент посещает тренажеры и теоретические часы. Затем ему пора садиться за руль. И для этого необходимо пройти медицинскую комиссию. Тут возникает вопрос. В том случае, если он ее не пройдет, вернут ли ему деньги? В большинстве случаев на этот вопрос можно смело ответить «да». Некоторые автошколы даже включают такие риски в условия договора. Автошколы, конечно, эту ситуацию разваливают. Обычно процедура такая, что мы возвращаем деньги, скажем так, за обучение. Потому что, в принципе, основная нагрузка, конечно, идет на стоимость обучения. Это эксплуатация автотранспорта. Получение справки нечестным путем. Вот что действительно обойдется дорого. Штраф за такое нарушение составит от 30 до 50 тысяч рублей. Наказаны будут и должностные лица. Закрывшие глаза на серьезное заболевание. На сумму от 2 до 5 тысяч.